Эйтан Шишков Начали говорить об исчислении Омера Чтобы Бог дал нам инструкцию Просчитать 49 дней И на 50-й день что-то особенное И мы хотим вернуться к источнику праздника То, что впервые произошло в пустыне Вскоре после того, как израильтяне вышли из Египта И мне кажется, что Саша стоит вспомнить обстоятельства Тогдашние обстоятельства израильтяна Вышли из Египта И даже с радостью И это было чудо Что Бог освободил нас Несмотря на всю силу И власть фараона Но через очень короткое время мы начали жаловаться В ПЕРЕК В ПЕРЕК В ПЕРЕК В КНИГИ СХОД 16-й ГЛАВЕ И ТЛОНАНУ Мы жаловались на недостатки продовольственной программы Не было достаточно воды И Бог услышал наши жалобы И когда я читаю эту главу Я о себе говорю, что мне стыдно Но если искренне, то мы часто похожи на эту картину Бог спас нас Вытащил из всяких жутких обстоятельств Освободил от Ада Дал нам новое начало Свободу от рабства Рабства И несмотря на это мы жаловались Мне кажется, это часть послания Не жаловались Но помните, что Бог вытащил нас из наших рабств Итак, Бог ответил им Также и обеспечил еду, воду Сверхъестественным способом И это тоже часть осчисления ум Чтобы мы могли научиться сделать выводы Иногда нам не хватает Бог знает Но что нам нужно делать? Так что нам делать? Поговорить с ним Попросить, помолиться Ласбир Побъяснить Бог, ну мы знаем, что ты видишь нас Но у нас тут и там есть проблемы И смешно, что Бог говорит сейчас ко мне Пока я говорю к вам Потому что я пришел сегодня в студию с несколькими заботами Лев ковед С тяжелым сердцем Но сейчас, пока мы разговариваем Я вспоминаю Да, Бог, надо обратиться к нему И попросить у него решение проблем Потому что есть очень много в жизни вещей Больших, чем мы И есть в этом какая-то цель Вернуть нас к благословенному святой И в конце концов они подошли к горе Синай И они встали как большой народ И я читал несколько исследований Сколько точно там людей стояло От 30 тысяч до 3 миллионов Ну, мы там не были У нас нету DVD Неизвестно, но было очень много людей Все израильтяне И они стояли против горы Синай И не написано очень точно Но наша традиция Древняя-древняя традиция Что это был именно день Когда Моше находился на горе Синай И получил 10 заповедей Поэтому израильтяне и все евреи и россияне Празднуют Пятидесятницу Шавуот Так же как праздник дарования Тары Давайте сейчас просто примем это Что Бог во времена своих праздников собирается и делает какие-то существенные важные дела Например, Песох Например, Песох Праздник Мацот Праздник Мацот И в этих праздниках есть очень много смыслов Давайте прочитаем исход Кафгем, или 23 23 глава Исход 23 Исчетырнадцать стиха части стихов Окей Шалош регלים Тахог ли Бешана Трежды в год Справляю мои праздники Так Это Соотносится со словом Ногли То есть ходить Зе айя аллену Литалех Берегель Велаялот Лейерусалима То есть мы должны были пешком пройтись до Иерусалима Три раза в год Перед Богом притянем И в следующих стихах он говорит Праздновать праздник Капреснака Праздник Жатве Вахага Исуф Зотомерет Сукот И праздник сбора плодов То есть шалашей То есть Мацот, Шавот и Сукот Мацот, Шавот, Сукот А преснака в Пятидесятнице И кушей шалашей И в прошлый раз мы говорили о рутине, обыденности И Бог дает Чертеж, эскиз всего года Вот есть три праздника в году Остановите всякое другое дело И придите ко мне И что-то в этом есть особенное Если мы хотим немножко подумать о смысле В Песхе или Мацот у нас есть смысл выход из Египта Спасение посредством крови барашка В Шавуот У нас есть смысл праздник жатву И он продолжает открывать себя перед Израилем Он говорит, например Я святой, поэтому и вы будьте святы И это замечательно Он не только призывает нас выйти из греха Он дает нам новый способ жизни Мы еще находимся в историческом аспекте Итак, в Суккот мы жили в шалашах в Пустыне И это описывает наше странствование Путешествие по жизни Даже что есть солидные строения Это все равно что-то временное Это не продлится на веки вечные Извини, друг, но это здание не будет вечным Но Бог хочет нас научить что-то через временность жилищ Полагаться на него Не на все физические вещи вокруг нас Да, в Новом Завете тоже эти праздники наполняются смыслом Несмотря на то, что много вещей говорит Несмотря на то, что много вещей говорит Он дал свою кровь за то, что спаси нас Мы берем его способности вывести нас из рабства И это смысл Песох Шавуот, и мы хотим говорить о это в рамках Шавуот наполнился полнотой духа в книге Деянии Что Бог не только дал свои заповеди Чтобы показать нам как Но он хочет наполнить нас своим духом И дать нам духовные способности Исполнить его требования Ходить в духе в Божьем свете Ну и в конце есть суккот И в суккот мы видим, например, в книге Захарии И даже в книге Откровения Что есть хагига Что все праздники В этот праздник со всех народов И всех стран Люди приходят и праздновают Что есть один царь и один Господь Итак, есть большой смысл в этих праздниках И в отношении Шавуот Мы читаем в книге Второзакония Второзакония 16.11 Веселись перед Господом Богом твоим На том месте, которое Господь Бог твой Изберет и сделает жилищем для своего имени И пусть вместе с тобой веселятся твои сыновья И дочери И рабы и рабыни Левит живущий в твоем городе А также переселенцы, сироты И вдовы, которые живут среди вас Я надеюсь, что это добавляет ценность В ваших глазах к этому празднику Я не знаю, как у вас Но мне, когда Бог говорит Ты должен быть веселым Я говорю В самом деле? Это как будто заповедь родоваться А так если Бог требует от меня радоваться То он даст ей возможность, способность В значении Шавуот Когда мы приходим к полноте ожидания Он хочет наполнить нас радостью Чтобы мы могли быть свидетелями в этом мире И мы продолжим с этой темой очень скоро Спасибо Дорогие друзья, шалом Мы рады приветствовать вас на нашем веб-сайте Оазис Медиа В 2013 году, в январе Мы запустили этот проект И наше желание было выставлять Максимальное количество мессианских видеоматериалов Чтобы интересующиеся могли понять Рассмотреть и выучить какие-то Аспекты Библии С еврейской позиции Уверен, что это помогает вам О вашей вере Чтобы становиться и возрастать И понимать Писание намного больше Вместе с этим я хочу напомнить вам Что этот волонтерный, добровольный проект Мы ведем, выкладываясь полностью И лучшие люди работают над ним Это стоит нам денег Я не очень люблю просить Но в данном случае обращаюсь к вам с просьбой Если Господь располагает вас Ни в коем случае вы ничего не обязаны И вы все-таки захотите пожертвовать Два, пять, три доллара Сколько захотите То при множестве Это усилит наши возможности Переводить материалы с иврита Давать вам Видеть большее количество учений И я уверен, что это будет благословение И для вас, и для нас Мы создали такую возможность Если вы нажмете вот на эту кнопку Донейт Пожертвовать И войдете в нее То там будет возможность Через PayPal систему Сделать небольшое пожертвование Это будет благословением Уверен для нас Уверен для вас Пусть Бог благословит вас Спасибо, что вы с Оазис Медиа Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому